Добрый вечер, Катя. Только что в Париже закончилось закрытое заседание контактной группы по Югославии. Напомню, в нее входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Россия. В последний раз они собирались год назад, через две недели после начала бомбардировок Югославии, и тогда не договорились. Собственно, тогда же все заседания и прекратились. С тех пор собрались в первый раз сегодня. А в Косове сегодня продолжаются маневры Кейфор и НАТО. Здесь и сейчас из Приштина с нами командующий Кейфор, бригадный генерал Клаус Рейнхард. Добрый вечер, господин генерал. Мы сегодня связались с посольством Югославии в Москве, и нам сообщили, что правительство Югославии направляло ноты протеста по поводу вот этих учений, которые сейчас проходят, и в командование Кейфор и в Совет Безопасности ООН. Если вы получили эти документы, то какая ваша реакция? Добрый вечер. О, господин по-русски. Добрый вечер. Причите мне сначала поздравить президента Путина с выборами. Я желаю ему всяческих успехов. Я еще не получил ноты протеста. Те маневры, которые мы сейчас проводим, это такие маневры, которые мы планировали уже давно, для того, чтобы ознакомить наши стратегические резервные войска с положением Косово. Это не угроза кому-нибудь, это довольно мелкомасштабные маневры. Как только я получу ноту протеста, я дам ответ на этот вопрос. С точки зрения России, это нарушает резолюцию Совета Безопасности в той части, что на территории суверенного государства иностранные военные проводят военные учения без согласия руководства государства. У нас есть резолюция Совета Безопасности ООН, и в этом плане Международные Силы Безопасности, наши резервы часто проводят маневры. Это военная сила, которая должна не допустить возвращения войск Югославского правительства. И это полностью соответствует резолюции 124. Ну просто, если бы решила безопасность, то, наверное, Россию бы имело смысл тоже пригласить к участию в этих учениях. Так, по крайней мере, нам, наверное, здесь кажется. В годовщину начала бомбардировок руководство НАТО, и, как я понимаю, это и ваше командование тоже, заявило, что удалось остановить этнические чистки и спонсируемые государством насилие. Вы согласны, что это удалось сделать? Во-первых, разрешите вам сказать, что у нас здесь есть в составе Силы Безопасности российские войска, и одна из ваших групп находится в том районе, где мы проводим маневры. Мы информируем российские войска, так же, как и Югославскую армию, о наших маневрах. У нас здесь нет ничего секретного. Мы тесно сотрудничаем с вашими войсками в проведении маневров. Никаких этнических чисток сейчас не проводится. Я стараюсь не допустить того, чтобы сербские войска и другие меньшинства, турки и боснийцы, не могли здесь жить и в полной безопасности. Я инструктирую свои войска делать все возможное для того, чтобы улучшить жизнь этих людей. Никаких этнических чисток сейчас не проводится. А то, что с июня прошлого года 350 тысяч людей покинули Косово, в основном сербо-черногорцы, с чем это связано? Я говорил не о прошлом годе. Я говорил, что сейчас не проводятся этнические чистки. Они проводились, когда примерно 90 тысяч албанцев были изгнаны из этой страны. Они вернулись, и после этого, когда ушли войска о безопасности, то ушли с нами и сербы. Вы спросите их лучше, почему они ушли. Я не знаю, но я знаю, что много было совершено, много звер в стране. Мы считаем сейчас бороться с этим. Я приглашаю всех сербов, которые выехали из страны, вернуться, потому что мы пытаемся вернуть их в Косово. Как я понимаю, активисты освободительной армии Косово, которые не подчинились разоружению, ушли уже в приграничные районы Сербии. И там, собственно, в районе Добросина города, в Сербии уже находятся. И как вы собираетесь защищать сербов от этих боевиков, если они не подчиняются, не разоружаются? Во-первых, из этой огромной группы КЛА, здесь только небольшая группа, которая помогает войскам. Это организация гражданская, которая находится под моим командованием. И уверяю вас, что это не армия. Здесь очень немного боевиков, которые пытаются пойти в Сербию. Они не имеют никаких связей с народом. Мы закрыли границы, и две трети этой границы охраняются российскими войсками. Они помогают нам закрыть этот район для того, чтобы не допустить того, чтобы повстанцы начали военные действия. Как вы, наверное, уже слышали, мы даже арестовали большое количество из них, разоружили их и уничтожили их оружие и амуницию. Вот что мы можем сделать для того, чтобы они не поднимали здесь бунт и пытаемся всячески стабилизировать ситуацию. Есть данные, что чеченские боевики хотят перебираться в Косово, учитывая, что на них серьезное давление уже оказано федеральными силами там. У вас есть такие данные? Первый раз я об этом слышу. Но я вам скажу, что если бы вы жили в Косове, вы бы слышали такое количество слухов, которые растут, как грибы. Поэтому я не знаю, правда это или нет. Если мы получим разведывательные данные, мы сможем обсудить это потом. Пока у меня никаких данных на этот счет не имеется. Ну я поэтому и спрашиваю. Российская сторона неоднократно заявляла, что если не будет выполняться резолюция Совета Безопасности, то она может приостановить свое участие в миротворческих силах Кейфор. Ваша позиция для спокойствия в Косово, что лучше, участие России или не участие? Пожалуйста, повторите, я плохо вас расслышал. С вашей точки зрения, участие или не участие России в силах Кейфор, участие России помогает или мешает регулированию там? Хорошо. Хорошо, теперь я вас понял, извините меня. Нет, я очень рад, что у нас находится 3300 российских военнослужащих, которые сотрудничают с нами в многонациональной среде. Всего здесь участвуют представители 36 стран. И российские десантники, самые сильные из них, я называю их своими десантниками, потому что я все время с ними встречаюсь, я хожу с ними в патрули, я знаю, что они профессиональные солдаты, хорошие солдаты, и международная общественность высоко ценит их вклад. Я думаю, что очень хорошо, что они с нами, я надеюсь, что они будут с нами находиться в течение длительного времени. Спасибо большое, господин генерал, спасибо Приштине. Когда принималась резолюция Совета Безопасности по Косову, Россия предлагала свой вариант, тогда Запад нас не послушал. Но учитывая, что даже США сейчас официально говорят о недовольстве тем, что делают албанцы там в Косове, можно предположить, что начинают понимать, что же из всего этого, наконец вышло, здесь и сейчас. Сегодня мы связались с отцом Дионисием, который самым активным образом участвует в судьбе российских летчиков, которые приговорены к пожизненному заключению в Индии. Он рассказал, что в тюремной власти наотрез отказываются пустить к летчикам врача, и вот наконец удалось это в субботу сделать под видом дипломата. Что сообщил врач? С его слов стало известно, что состояние здоровья одного из летчиков, Игоря Москвитина, резко ухудшилось. Он с трудом совершает самые простые движения. Температура не опускается ниже 39. Индийский суд пока не назначил дату апелляции, хотя уже адвокаты просили об этом с 16 февраля. Если так пойдет и дальше, то, по мнению отца Дионисии, отец Москвитина может просто, Олег Москвитин может просто не дожить до даты суда.